Когда в мирное время массово погибают люди, большинство из которых совсем молодые, это возмущает. И степень негодования лишь возрастает, когда понимаешь, что причина чья-то жадность, грубое наплевательство на законы, равнодушие. Арендатор хостела, который стал смертельный за поднёй, арестован. Всех виновных накажут. Вот только погибших к жизни уже никак не вернуть. Жанна Арканафина продолжит. Той роковой ночью в хостеле по улице Адишарипова было 72 человека. Когда начался пожар, 59 из них смогли выбраться. Больше повезло тем, кто жили на первом этаже. Шансы на спасение у расселённых в подвале, особенно в дальних комнатах, были очень невелики. Паника жёсткая была. Как без паники там невозможно было. Таджик был один, помню. Казах вот со мной лежал. Ему 15 было всего лишь пацаном. 2008 год студент. Что с ним не знаешь? Он умер. В подвале находилось большое количество соскладированных матрасов ортопедических. Они и создали большую пожарную нагрузку. Действительно, шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись и их спасти нашим пожарным. Двое россиян, два гражданина Узбекистана и девять казахстанцев, 13 оборвавшихся в один момент жизни. Братская могила в мирное время. Он просто хотел самостоятельно жить, поэтому заехал сюда. Мы в одном здании работаем с ним. Мы вместе вышли с работы, он сюда поехал, я к себе домой. Он один здесь проживает, да? Нет, он здесь с другом жил. 30-го же числа у него был билет на самолёт, он должен был прилететь домой, мы его ждали. Тим рейсом, к которому мы прилетели, на этом самолёте он должен был прилететь домой. Вообще никого из погибших не должно было быть в хостеле. И дело не в каком-то роковом стечении обстоятельств, а в грубом нарушении закона. Во-первых, в подвалах нельзя создавать жилые помещения в принципе. А во-вторых, хозяева Алматы-хостел открыли его, не сообщив властям. Раньше в этом здании был оружейный магазин. Он обанкротился, и владелец сделал хостел. А перед ним он провёл такую акцию, 2000 за ночь. Именно поэтому хостел был наполнен до предела. 70 человек в нём были, погибли 13. Но здесь возникает, конечно, ряд очень серьёзных вопросов и претензий к администрации. На каждые 40 метров хостела положен огнетушитель. Подразделения противопожарной службы не были, не проверяли, ввиду того, что он открылся только полтора месяца назад и не был зарегистрирован, и в наших базах его не было. Первичных средств пожаротушения там не было. На следующий день после трагедии был задержан владелец хостела. Другой вопрос – сколько ещё неучтённых общежитий есть по Казахстану? При том, что эта гостиница подпольной была только по своему содержанию. А так – вывески, реклама, все дела. Алматинец Шакир Исламбакеев в своё время содержал три хостела. Закрыть пришлось в пандемию. Вспоминает, что в период работы проверяющие возникали на его порогах нередко. Ко мне все приходили, несмотря на то, что был мораторий на проверку бизнеса, ко мне приходили и налоговые, и пожарные, и миграционщики любили меня, и участковые ко мне заходили. Бывали там в 4 часа ночи, придут с какой-нибудь отработкой, и требовали, чтобы я им всех гостей выставил. Где-то густо, а где-то пусто. Хотя в деле проверок, особенно вопросов безопасности, так, конечно, быть не должно. И, по идее, личному, так называемому человеческому фактору, не место. Невероятно, но сдавать в аренду, как жилые помещения, могут даже кладовки в таких больших жилых комплексах, как здесь, например. Несколько владельцев квартир в этом доме выиграли суд. У хозяйки восьми таких кладовых. И ей запретили использовать их под хостел. Однако с момента принятия решения так ничего и не поменялось, говорят жильцы. Что там в решении в суде? Решением суда запрещено использовать как хостел эти помещения, коморки, как вы говорите. Вот теперь смотрите. Для этого есть судебные исполнители, правильно? Которые исполняют судебные решения. Я это решение даже не видел. Это реакция участкового на просьбу прокомментировать, как так в одном из домов на вверенной ему территории у людей появились неожиданные соседи. Кладовки находятся на восьми из двенадцати этажей здания, и в них, по словам местных, до сих пор есть обитатели. Одного из них успели запечатлеть на видео. Площадь помещений, как у диспетчерской на первом этаже, 7-8 квадратных метров. Вот мы находимся сейчас в диспетчерской. Эти такие же комнаты, получается, выкупили на каждом этаже и сделали из них хостел. Здесь нет ни окон, здесь нет ни вентиляции. Вентиляцию вырубили, как они говорят, что это упирается туда, ну, в стену. Пока мы общались с жильцами, из одной такой комнаты вышел молодой человек. Он предпочел убежать после просьбы дать комментарий на камеру, но на ходу крикнул, что работает тут. В этой комнате кем вы работаете? Здесь комната какая? Что за комната? А, что за комната? Скажите. Молодой человек. Молодой человек. Это офис. Это офис. Что за офис? По словам жильцов, суд обязал хозяйку помещений использовать их по назначению, то есть как кладовки, а также обязал ее демонтировать, проведенное туда водоснабжение, канализацию, отопление. Однако люди не знают, исполнено ли решение. Мы обратились к адвокату-ответчика с просьбой показать одно из складских помещений. В данный момент я не могу показать по той причине. Мне надо сначала согласовать, потом, вы же понимаете, я представляю интересами. В целом же адвокат уверяет, что в доме нет хостела. Мы устранили все то, что прописано было в решении суда. Более того, там судебный порядок установлено, что там это не хостел, а живое помещение, не живое помещение, и все. И проблема, как тетуют жильцы в их случаях, не приходит одна. Пару месяцев назад ЖК проверяли пожарные. Правда, устранить недостатки недавно организованная ОСИ не может, из-за того, что все документы остались у прежней управляющей компании. Техника пожарной безопасности элементарна, которая даже сейчас у нас не соблюдена в ЖК, потому что у нас нет возможности у ОСИ исключить все замечания. И не дай бог, если действительно произойдет пожар, то мы все будем здесь, в одной братской могиле. Трагедия в Алматинском хостеле наглядно показала, чем может обернуться заигрывание с противопожарной безопасностью. Но ситуация всего в одном отдельно взятом доме показывает, что далеко не все хотят усваивать уроки и учиться на чужих ошибках. Видимо, ждут, когда их самих клюнет. Жанар Канафина, Мадишенгэс, программа «Аналитика». Если кто-то до этого не знал, то на этой неделе сказали уже на всех уровнях. Подвальные помещения не могут быть местом для проживания. Если вам известно о подобных нарушениях в ваших городах, сообщите властям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok